Меня зовут Водничар Пётр. Я гражданин Молдавии, официально женат на территории Российской Федерации. С девушкой Водничар Ксения Матфеевна. У нас двое детей несовершеннолетние. В последнее время моя супруга стала увлекаться, очень много проводит времени в клубных местах и меньше уделяет внимания своим детям несовершеннолетним. Плюс на это было замечено употребление наркотических средств. Я очень долго времени уже пытаюсь попасть к своим детям на территорию Российской Федерации, но не могу из-за того, что у меня был запрет и есть запрет на территории Беларуси. Из-за того, что я когда-то был обвинённый в попытку дачи взятки. Из-за того, что у меня не было страховки на машине, в которой я передвигался из Латвии в Молдавию. И запрет только из-за этого обвинения? Запрет, да, у меня из-за этого обвинения. Или приговор был тоже? Нет, у меня было просто наказание, два месяца лишения свободы на территории Беларуси. И после этого я был вытворен из страны и был запрет на один год. И Россия признаёт эти запреты Беларуси, да? И Россия признаёт в связи с соглашением четвёртой статьи, которое было заключено между Россией и Российской Федерацией и Беларуси, они меня не пускают на территорию Российской Федерации, к своей семье, из-за того, что у меня был запрет на территорию Беларуси. Но также есть статья о том, что из-за этого у нас может распасться семьи. То есть моя супруга подала на развод, так как она начала жить с другим мужчиной, и они вместе уделяют время друг другу, и она из-за него подала со мной на развод. То есть в России существует такой закон о том, что если у гражданин другого государства есть запрет на территорию России, и из-за этого это может стать причиной развода нашей семьи, распад нашей семьи, то обязательно должны официально снять мне запрет и подпустить меня к своей семье. И не обращались в Российское посольство? Я обращался в Российское посольство, я обращался в парламентарии, обращался к президенту нашему в Молдавии. Всем обращался, чтобы мне помогли, обращался к посольству Беларуси. Везде обращался для того, чтобы помогли как-то решить эту проблему, чтобы я попал к своей семье, к своим детям, чтобы я держал их под контроль, чтобы оберегать их от того, чтобы они не видели то, что мама употребляет наркотические средства вместе со своей мамой, то есть с моей тёщей. Они все вместе там как-то в этом все связаны, во всем вот это вот грязные дела. Но мне в этом никто не может помочь никак вот разобраться в этой ситуации. Я только 29-го числа мне пришла бумага о том, что мне якобы снят запрет на территории Беларуси. 29-го вчера, то есть? Да, 29-го, 12-го месяца, 2018-го года. У меня есть на e-mail, то есть пришла мне такая бумага из Беларуси, из государства Беларуси, о том, что мне снят запрет на территории Беларуси. Я якобы как видел эту бумагу, купил билет на самолет, поехал позавчера, у меня вот есть билет, купил, то есть билет, поехал в Россию. И то есть я когда приехал в Россию, мне также опять не подпустили на территорию России. Опять из-за того, что это была моя пятая попытка, когда я пытаюсь на самолет попасть в Россию к своим детям. И меня пятый раз уже возвращают обратно. Я также летал 4 декабря, то есть пытался, меня не подпустили. Я также пытался 15 октября 2018-го года, когда был день рождения моего сына, пытался попасть к своей семье. Также меня с Домодедова вернули обратно. То есть какой раз уже я пытаюсь попасть к своей семье, меня возвращают обратно и никак не подпускают к моей семье. Моя супруга подала на развод уже. Наша семья уже распадается. У нас двое несовершеннолетних детей. То есть я не знаю уже, как быть, что сделать, для того, чтобы я попал к своей семье, как-то спас своих детей и свою семью, для того, чтобы у нас было все хорошо в нашей семье. Я не знаю, я устал уже мучиться, устал бороться. Я обращался в орган опеки в Молдавии. Для того, чтобы органы опеки как-то обратились в органы опеки в Российской Федерации, для того, чтобы остановили как-то мою супругу, чтобы она перестала употреблять, и чтобы она не умерла завтра-послезавтра из-за того, что она употребляет. Чтобы моим детям осталась мама, и чтобы они не были лишены внимания ее родителей, то есть мама и папа. Но мне никто в этом не помогает. Я уже не знаю, как бороться. Я хочу, чтобы мне все помогли, кто могут, чтобы как-то сделали репост в Фейсбук, в Ютуб, везде, чтобы это смотрели, распространили, чтобы нашелся тот человек, который сможет мне помочь в том, чтобы я попал к своей семье и решилась вот эта вот проблема, вот эта вот несправедливость. А как вас могут найти? Есть в Фейсбуке? Да, я есть в Фейсбук. В Фейсбук я зарегистрирован как Петро Ван Водничар. И также у меня имеется свой канал в Ютубе, называется Петро Ван. Там, то есть, все мои видеоролики есть с моей семьей, как мы проводим время. Про это, а, или... Ну, как мы проводим время, ну, про всей моей семьи, как моих детей, и меня, и мои супруги. И также, как я путешествовал по всех стран Европы. Я что хочу сказать? Я хочу попросить тех ребят, тех людей, которые будут видеть это, будут смотреть, чтобы ставили лайки, распространили это, и как-то попытались мне помочь в этой проблеме всей. То, что, ну, на самом деле, там маленькие дети, которые, они не виноваты в том, что у меня случилась такая проблема, и в том, что их мама, как бы, то есть, уделяет больше времени в клубном местах, и уделяет больше времени, как бы, то есть, себе, своим, там, своим, вот этим вот привычкам, которые у нее, как она привыкла, там, употреблять все вот это вот, и не уделяет времени детям своим. Они в этом не виноваты, но они из-за этого будут страдать, и они страдают сейчас. Поэтому, кто можете, помогите, пожалуйста, в этом во всем, чтобы как-то разобраться, и чтобы как-то я попал в Россию к своей семье, к своим детям. Спасибо.